С начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 166 миллионов человек. Зафиксировано около 3,5 миллионов летальных исходов. Благоприятно-эпидемиологическая ситуация позволяет ряду стран смягчить карантин и ограничения. После долгого перерыва немецкие круизные компании открыли сезон. В стране вакцинировано от коронавируса почти 40% населения. После того, как властям Германии удалось снизить темпы распространения коронавирусной инфекции, во Франции ослабили требования для пересечения франко-немецкой границы. С полуночи 23 мая лица, вынужденные ездить на работу в соседнюю страну, больше не должны иметь при себе отрицательные результаты теста на COVID-19. Между тем, в Бордо выявлена редкая мутация коронавируса. В связи с распространением нового варианта COVID-19 в одном из районов французского города власти приняли решение в срочном порядке вакцинировать его жителей. Не прошедшие вакцинацию жители Кувейта же, напротив, не смогут покидать страну. Ситуация с COVID-19 в Индии тем временем нормализуется. По официальным данным, во многих частях страны, особенно пострадавших от эпидемии коронавируса, ситуация стабилизируется. Однако говорить о смягчении локдауна еще рано. Между тем, самым вакцинированным государством мира на Сейшейских островах началась вспышка коронавируса. Общее число ежедневных заражений в стране невысокое, но в процентном соотношении к численности населения рост вызывает серьезную обеспокоенность. Комиссар Сейшейских островов по вопросам здравоохранения считает, что рост числа заболевших может быть результатом преждевременных снятых ограничений, на которые проведение пошло в марте текущего года. Свой вклад могло внести и празднование Пасхи, в том числе и потому, что люди, получившие одну или обе дозы вакцины, расслабились и перестали соблюдать социальную дистанцию. Продолжение следует...